Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Обзор прессы» и мы продолжаем наш разговор о современных, познавательных и интересных православных изданиях. Представляю вашему вниманию свежий номер журнала «Фома». Декабрьский выпуск порадует читателей следующими темами. «Ктитор. Кто это?» Своими знаниями поделился с читателями руководитель творческих мастерских «Царьград» Дмитрий Трофимов в разделе «Культура». А на вопрос, почему иконы пишутся в разных стилях и все ли они каноничны, ответил руководитель мастерской «Палехский иконостас» Анатолий Влесько. Следующая рубрика для любителей лирики. В ней представлены рассказы, в которых радость всегда сильнее, чем отчаяние. И завершает раздел материал Виктора Попакова на тему «Художник на вдовье земле». А кто хочет узнать, всегда ли прав священник или как смириться с несправедливостью в храме, ответы на эти актуальные и важные вопросы вы узнаете в разделе «Вера». В рубрике «Толковый словарь» определение термина «Анафема». Почему это слово является самым строгим видом церковного наказания и к кому ее применяют? Ищите ответ на 34-й странице издания. Видеть во всем в первую очередь зло, притворство и обман – очень характерная черта для порочных людей, даже если они прикрываются самыми благими намерениями и декларируют свою праведность. Вы спросите, почему? Ответ смотрите на 36-й странице. «Художественный сосуд Божией благодати» – такими добрыми и теплыми словами преподобномученика Викентия Никольского описывает клирик храма «Покрова Божией Матери» Игумен Дамаскин. Интересное и познавательное воспоминание о преподобномученике Викентии представлено в рубрике «Новомученики». Известный спортсмен Федор Емельяненко посетил Московский государственный институт международных отношений, чтобы поговорить со студентами о физической и духовной борьбе. Фома опубликовал самые интересные отрывки беседы ребят со спортсменом. Следующая рубрика «Добрая воля» создана для тех людей, кто находится в местах заключения. Как не отчаяться и найти утешение, оказавшись за тюремной оградой. Как изменить себя и как подготовиться к жизни с чистого листа. Обо всем этом читайте в разделе «Люди». Журнал «Фома» совместно с рубрикой «У вас будет ребенок» представили проект «Найди ребенка по видеопаспорту». Это фильм о детях, которые остались без попечения родителей и ищут себе заботливых маму и папу. В каждом номере журнала публикуется страница «Добрых дел». На странице размещены фотографии и краткие истории тех, кому очень необходима ваша поддержка и ваше понимание. Дорогие телезрители, оформить подписку на журнал «Фома» можно в любом отделении связи Российской Федерации. В каталоге Почты России подписной индекс на полугодие 241-80. Представляю вашему вниманию следующее православное издание – газета «Лампада», выпуск Свято-Георгиевской церкви города Новоалтайска. На главной странице «Лампады» представлены новости Метрополии. На следующей странице – продолжение статьи на тему «Облачение священника». Для любителей поэзии в газете есть литературная страничка. Рассказ Зинаиды Санниковой «Сокровище старого дома» придется по душе почитателям ее творчества. В рубрике «Огонек» представлен молитвослов для малышей, а также продолжение знакомства с историей крещения Руси. На последней странице издания опубликован материал о секте «Новая жизнь». Автор статьи присутствовала на собрании и побеседовала с постоянной прихожанкой этого дома. О чем был их разговор, читайте на восьмой странице. Оформить подписку на духовно-просветительскую газету «Лампада» можно с любого месяца в любом отделении связи Алтайского края. Подписной индекс 73-627. Преображение. Газета Губкинской епархии. Небольшое, но содержательное издание. Издается по благословению Преосвященнейшего Сафрония, епископа Губкинского и Грайворовского. Главная тема номера посвящена преподобному Сергию Радонежскому. На первой странице выпуска слово патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Как быть, если близкий человек попал в секту? Как ему помочь? О чем стоит говорить, а о чем лучше промолчать?» Ответы на эти вопросы представлены в рубрике «Христианская жизнь». Как в Киеве прошло открытие 13-го международного фестиваля «Православное кино. Покров» узнаете в разделе «Новости». В газете есть рубрика «Молодежная страница». В ней размещен материал о том, как прошел футбольный турнир среди детей на кубок управляющего Губкинской епархией. Преображение выходит один раз в месяц. Спрашивайте православное издание в храмах и церковных лавках. Предлагаю ознакомиться со следующим выпуском. Газета «Церковная жизнь». В рубрике «Собеседник» про теорий Александр Писларь рассказал о грехе зависти, о его проявлениях, последствиях и способах духовной самообороны. Продолжается рождественский пост. Он пробуждает каждого из нас не только есть поменьше, заходить в храм почаще и молиться больше, но и читать. На восьмой странице издания автор статьи посоветовал читателям, какие книги, по его мнению, могут помочь внутренне подготовиться к встрече Рождества Христова. Спрашивайте издание Покровской епархии в храмах и церковных лавках. Представляю вашему вниманию издание Тверской митрополии «Верхневолжье православное». Завершился последний заключительный этап принесения мощей святого равноапостольного князя Владимира. Как в Твери прошла торжественная встреча ковчега с мощами великого князя, читайте на главной странице выпуска. В Тверской митрополии состоялись третьи эйфадеевские образовательные чтения. Тема международных рождественских чтений – традиция, инновации, культура, общество, личность. Какие вопросы обсуждались на собрании и какие были приняты решения – ответы на сороковой странице. На вопросы о молитве, о героизме, о вере в судьбу, о свободе, смирении и гордости, а также о совести и причинах разводов ответил духовник патриарха Кирилла Схерхимандрит Ильин Ноздрин. На тринадцатой странице в рубрике «Семья» протеерей Михаил Беляев поделился секретами семейного счастья. В семье отца Михаила и матушки Юлии – двенадцать детей и один внук. А на последней странице интересный и познавательный рассказ клирика Воскресенского кафедрального собора города Твери архимандрита Сергия Швыркова об ошмачке святителя Спиридона Тремифунского. Подписной индекс на газету по Тверской области в каталоге российской прессы Почта России – 31241. Завершает обзор православной прессы «Православная газета Екатеринбургской епархии». 17 декабря православный мир чтит память святой великомученицы Варвары. Этому событию посвящена главная тема номера. В печатной версии программы «Беседы с батюшкой» на вопросы телезрителей ответил клирик Феодоровского собора Санкт-Петербурга Владимир Коваль Зайцев. «Хранить единство Духа в союзе мира» с такими словами обратился к верующим святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл после окончания божественной литургии в Зачатьевском Ставропегиальном женском монастыре. В рубрике «Архипастырь» на вопросы телезрителей ответил патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Павел. «В чем заключается духовная основа любой войны? Можно ли во время службы молиться о некрещённых, неверующих при себя в мыслях? И как спастись душевно больным людям?» Ответы представлены на шестой странице издания. На двенадцатой странице в разделе «Читаем Ветхий Завет» Константин Владиленович Карипанов рассказал о том, что такое идолопоклонство и почему оно губительно для души человека. Почему дорога в ад вымощена благими намерениями? На этот хороший и важный вопрос помог ответить доктор медицинских наук, преподаватель Санкт-Петербургской Духовной Академии, настоятель Храма Рождества Иоанна Предтечи, священник Григорий Григорьев. Интересный и познавательный материал представлен на пятой странице издания. В разделе «Свет не вечерний» архимандрит Савва Мажука, насельник Свято-Никольского монастыря города Гомеля, рассказал о воспитании детей в нынешнее время. Часто люди пытаются найти свое место в истории человечества. Кто я? Каково мое нравственное состояние? К чему мне стремиться? Старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, протеерей Артемий Владимиров, ответил на эти вопросы в разделе «Духовные размышления». На последней полосе газеты представлена молитва Святой Великомученицы Варваре. Православная газета с радостью открывается старыми и новыми читателями, неисчерпаемые тайны и красоты Божия мира. Оформить подписку на православную газету можно с любого месяца и на любой срок, во всех почтовых отделениях всех регионов России. Подписной индекс православной газеты по каталогу агентства «Роспечать» — 32-475. Уважаемые телезрители, сегодня вашему вниманию были представлены современные православные журналы и газеты, в которых содержатся актуальные и интересные разделы темы, статьи и материалы. На сегодня всё. Всего доброго. До следующей встречи.